Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Восьмой день, 250 узкого унитаря, срываю как с куста. Ну что, сегодня я хочу дальше продолжить проходить события. Так, у нас Беззубик пришел, принес мне топорик, который мне как раз-то и нужен. Замечательно, я думаю что, я думаю что сразу же мы его отправим дальше на поиски, но это нужно нам сделать вот здесь. Так, начать. Естественно топорики, пускай летит, ну давай вот это вот, угрюмое море. Путешествие естественно бесплатное, поэтому ребят долго придется ждать. Здесь у нас, смотри-ка, довольно неплохие награды выпали. Здесь 130 тусклого янтаря. Так, водорез, мы хотели тебя, я по-моему, в прошлой серии отправить учиться. И если я что-то не путаю. Так, а ты давай, ты не прохлаждайся, ты вперед на поиски, дальше. Сколько нам нужно? 313, 313. Не жирно ли тебе, а водорез? Ну вот скажи мне, пожалуйста, ты столько мне ресурсов не приносишь, чтобы я на тебя тратил такие огромные суммы ресурсов, для того, чтобы ты получил какой-то один вшивенький уровень. Ты понимаешь, ты один, а мне нужно таких, как ты, 20 и плюс при этом. Уровень у них должен быть, по-моему, 112, если я не ошибаюсь. 112 уровень, как тебе такой прикол? Да, прикол, конечно, наверное, очень жесткий. Но таковы правила игры, я не могу ничего с этим сделать. Я не могу здесь никак обхитрить систему. Если играем по чесноку, естественно, ребят. Кто-то может скачать взломку, кто-то может еще что-то сделать. Мы этим не занимаемся, точнее я. У нас немножко другая политика здесь идет. Так, это нам не нужно. Давай, наверное, тогда откроем с тобой бесплатно пак загадочный. С монетками Одина, все как полагается. Кошмарный пристеголов, крылатый ужас, шторморез. Чутка ресурсов, даже водорез выпадает. Мне, которого... Ну, которого я, естественно, ребят, с превеликим удовольствием отпущу на волю. Ну, зачем нам еще один рот? Пускай идет гулять. Так, ну что, наверное, тогда и сразу рекламный глянем. Ну, как всегда, монетки Одина. Дальше у нас идет сам набор. Костолом, древорубь, граммобой. Ну и плюс чутка ресурсов. Все. С этим закончили пока. Дальше давай посмотрим, что нам принесла зеленая смерть. Ничего хорошего не принесла. А я, в принципе, ничего хорошего и не ожидал. Будем честны. Надо же что-то новенькое. Какая-то печатка, ну, выпадала она нам, конечно, раньше. Но очень редко. Так, с этим Гаврюшем что? Наверное, обучить. Да, пускай он ведет и обучается. Этого можно было бы, в принципе, тоже обучить. Если честно. Этот еще пока маловат. Так, ты, Гаврюша, иди, наверное, тоже прокачивайся. Опа, в титаны пошел. Сколько, сколько он мне принес? Два? Что такое? Что-то маловато ты меня тут притащил. Жук ты несчастный. Так, время гоня лица. Иди учись. За древесиной. Так, ты у меня пропался, да? Получается. За рыбой лети. За древесиной. Ты пойдешь за рыбой. Ты пойдешь тоже у меня за рыбой. Ты у меня получаешь уровень. Сто. Так, сто третий уровень мне нужно. Ну-ка. Эть, и нехваточка, да? Ну, эта древесина это не то. Кстати, у нас же есть... Я ведь, по-моему, не все. Или потратил. О! Купить, конечно, ребят. Тут даже не обсуждается. Покупаю слету. Ну, могли бы, на самом деле, и побольше мне дать здесь ресурсов. Раз такая пляска пошла. 122. Отправляю его на обучение. Так, Буэвалорд. Так, что-то ты маловато как-то принес. Ладно, ничего страшного. Модификрылка. Лети. Ну, что. Ну, понятное дело, что он не будет у нас титаном. Он будет сейчас все время затягивать эту процедуру. Как, в принципе, все эти драконы любят делать. Ну-ка, ты что мне тут? Давай бесплатно. И сто процентов там выпадет тусклый янтарь. Вот, уже предчувствую, что будет тусклый янтарь выпадать. Так, ну что, этот у нас за древесину. Кстати, у нас есть с тобой еще немножко монет. Может быть, нам купить? Ага. А древесина куплена. Все, ребят, древесина и рыба купленная. Мы ничего не сможем сделать. Тогда давай забирать здесь награды. Так. Ну что, пора забрать одну наградушку. Сейчас мы с тобой все это откроем вначале. Опа, 50. Чуть-чуть не хватило, да, буквально. И мы получим с тобой 500 яиц сладких. Отлично. Отлично. Так, давай заберем, наверное, наш янтарь. Две штуки. То есть, это мы еще получили награду, да? Как раз хватает. Нам нужна была двадцаточка. И вот двадцаточка нам прилетела. Получаем загадочный пак. Так, монеты Одина. Громль, древорубка, столом. Ресурсы плюс железо. Четыре штуки аж. Что эта игра так сегодня расщедрилась? Редкий пак. Крадотый ужас. Прести голов. Шторморез. Водорез. Авострозуб. Кривоклык. Ну, неплохо, я тебе скажу. Где это яйцо тут? Вон оно лежит. Маленькое некудышное яичко. Так, сейчас посмотрю все наши владения. Вроде бы все у нас при работе. Иди давай, тренируйся. Так, получить. Все. Вроде по ежедневкам мы с тобой сделали все, что могли. Всех отправили. Так, подожди-ка, вот здесь, по-моему. Да. И все, вроде больше ничего нам здесь сделать нельзя. Хотя, подожди-ка, этот-то у меня сидит. А болтус. И что, 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 что? Блин, не хватает. Ладно, возможно, мы с тобой получим в событии, которые сегодня будем продолжать проходить, ребята. Поехали. Это у нас угроза. Драконий корень. Как ты помнишь, мы начали с тобой вчера его проходить. Сегодня продолжим. А уже в следующей серии, по идее, должны будем завершить. Но, опять же, проблема в том, что работаем с утра, то есть в утренней смене, и как бы, не знаю, в ночь, что ли. То есть я прихожу в 10 часов вечера и мне пробовать пройти на выходном коротком. Но на выходном коротком, ребята, у меня очень много планов. Особенно, если ты заметил, что на втором канале у нас очень появилось много игр, которые, я даже не знаю, наверное, будем пытаться проходить. Скорее всего, так. Единственное, что вот мне вот эти видосы, ребята, никуда не перекинуть. Знаешь почему? Потому что они очень большого объема. На Рутуб или на Яндекс Дзен они не перекидываются. Если даже закроют вдруг каналы вот эти Ютуб, то все мои видосы эти сгорят. Их никуда не перекинуть. Из-за того, что там слишком большой объем. Жаль. Обидно, конечно. Будет. Так, ну что у нас тут? Граморок. Ну, я, наверное, начну с Граморок. Нет, в Ру. Я начну с Душителя. Он Синька у нас. А Синьку мы очень быстро с того и разбираем. Ну, а дальше уже, конечно же, пойдет в расход Граморок. С превеликим удовольствием я его сейчас тут забомблю. Хильнемся. Надо было, конечно, понижение брони уже на него повесить. Наверное. Ищетворит. Он повышает себе защиту. Ну, мне что-то подсказывает, что это филикина грамота и ничему не поможет. Ну, давай, давай, давай. Ходи, Граморок. Тоску не наводи. Ну что, добиваем? Отлично. И последняя у нас волна здесь. Слушай, наверное, стальной капкан все-таки пойдет первым у нас под раздачу. Опять куда-то звуки исчезли. Вот ненавижу, когда вот так вот все происходит во время битвы. Куда? На ровном месте. Ничего не происходит. Бац, и пропал звук. Слава богу, пока музыка хоть есть. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Ну, что-то там. Так, и... Барсик добивает. Так, давай, Барсик. Ну, вот и все, пока. Вот оно, наше колесо очередное. Удачи, наверное, да? Да, нам дают древесину. Кстати, древесина нам как раз и нужна была для того, чтобы отправить одного дракончика на обучение. Так, после этой битвы с мини-босиком мы получим с тобой пак. Я не скажу, что это суперэлитный пак, но тем не менее. Что, а тут у нас... Тут у нас музыка исчезла, все исчезло, да? Практически в глухомане мы с тобой сидим. Остаются только вот эти вот эффекты ударов, которые наверняка сейчас тоже пропадут. Я больше чем уверен. Их уже нету. Как ты видишь. Ладно, сыграем втихую. Нам, в принципе, не привыкать, ребята. Я думаю, что вы тоже не очень сильно удивлены. Такому. Это у нас частенько происходит. Так, ну что, я вижу здесь пристеголового. И лаврыга трогать мы пока не будем. Потому что, ну, нет надобности. Он особо такой не сильный. И урона нам грандиозного здесь не сделает. В отличие от пристеголового, который начнется, естественно, поливать своими фаерболами. Что не очень бы, конечно, и хотелось. Так, минус. Давай, наверное, сделаем отхил. Легенький такой себе. По фулочке. Дальше, когда я вокруг их довольно неплохо его наказал. Считай, на два деления. Кусанул. Так. Понижаем ему броню и добиваем. И переходим плавненько уже на третью волну. Без каких-либо вообще звуков, ребята. Звуки все еще, для которых были. То есть, звуки ударов. Вообще всего. Это, знаешь, если честно, такой небольшой звоночек к тому, что игра может просто вылететь во время поединка. Поэтому, наверное, после этого боя я перезайду. Чтобы не было вот этой всякой катавасии, да. Давай-ка мы, наверное, вот так вот, оп, сделаем. Потому что, если пропадает звук, это уже первый такой сигнал, что готовься к вылету игры. В самый неподходящий момент, естественно. Ну, это у нас громобой, он страж. Поэтому, ребята, естественно, тяжеловато будет его разобрать. Но и он тоже не особо силен будет именно по атаке. Стража они в чем, ребята, хороши? Они хороши именно в защите. А вот по атаке, я бы не сказал бы. Но, опять же, не все. Есть и очень довольно коварные драконы. Но не громобой. Не вот этот именно громобой. Ну что, добиваем и победа. Так, крутанем колесо. И выпадает нам с тобой... Опа! Два прилива сил. Слушай, ну это шикарно. Вот это я понимаю. Так, и у нас вот это содержит новичков, которые сразу же открываются прямо здесь на месте. Так, шторморез, громобой, кревет и все. Все, мы двигаемся дальше, а я перезайду. Так, ну что, ребята, поехали. Драконий корень устранения. Ну, по крайней мере, звук появился. Все нормально. И у нас тут... Сорудич шепота. Да-да, шепота смерти. Но он тут один, как ни странно. Я заметил, в последнее время что-то зачастили. Вот такие вот команды, где пускают одного. Не знаю, зачем. Зачем это делается? На растерзание. Может быть, какое-то делают прослабление нам. Или чтобы мы бдительность потеряли. Не знаю, ребят. Но такое присутствует. И отрицать этого я не могу. Ну что, давай, наверное, с этого не то что начнем, а продолжим бомбить. Этот мне пока тут ничего не сделает. Энергии у него все равно не хватит захилять команду. Просто он не успеет это сделать вовремя. А вот этот... Этот гаденыш все-таки... Ладно, сделаем так. Хотя не надо было так делать, на самом деле. Я бы мог бы бомбануть. Лучше бы сюда. И потом с помощью отхила все дело это восстановить. Уничтожить дракона. И, соответственно, еще и восстановить себе здоровье. Но я что-то поспешил, конечно. Ладно. Переходим на последнюю третью волну. И я скажу тебе, ну, начнем с Кастолома. С Кастолома. Мы быстренько сейчас с ним разберемся. Этот немножко, конечно, будет тут буянить, скорее всего. Будет даже, может, делать разбег и все тому подобное. Но я думаю, что мы успеем... Успеем вообще и бомбануть, и выиграть. Тугой, конечно. Тугой, жирный чувак. Тут ничего не скажешь. Сейчас еще на четвертой, по-моему, энергии он будет с вероятностью делать свой разбег. Скорее всего. Хотя ничего, он уже не успеет. Все, мы тут выиграли. Ну что, очередное колесо. Сейчас мы крутанем. Заберем с тобой древесину. И побежим, как говорится, дальше. Сколько у нас еще... Блин, да что ты делаешь-то? Не то я нажал. Сколько у нас еще? Еще два поединка. То есть мы получаем с тобой... Получается... Загадочный пак. И где-то останавливаемся перед паком. Паком. Опять, смотри-ка. Опять одинокий волк в пустыне здесь у нас же стоит. Опять же, сородич. Угу. Он синий, поэтому должен, в принципе, сейчас отдуплиться. Отлично. Так, криветы и пристегаловый. Ту-ту-ту-ту. Тут вот дилемма, ребят. Так, получается, если мы... Давай, наверное, так все-таки сделаем. Он быстрее разберется. Потому что он хитрый. С хитрыми у нас с тобой разговор короткий, да? Как-то вот так вот. Теперь поехали сюда. Естественно, хиляемся. Урон все-таки был нанесен. Делает фаерболл. И добиваем. Так-с. Вот здесь вот. Начнем, наверное, все-таки вот с этого. Со злобного змеевика. Сейчас мы его... Блин. Фигня. Ну. Это тоже ерунда. Давай вот так, наверное, сделаем. Так будет эффективней. Так будет эффективней. Что? А, он промахнулся, ребята. Он хотел, видимо, что-то сделать. Я уже не помню, что он делает своим суперударом. Но он промахнулся. И это дает нам некое преимущество, потому что мы здесь понизили броню, плюс укус именно кривоклыком. И я думаю, что ветрокрыл ничего здесь уже не сделает. Вот и все. А у нас очередное колесо, которое дает нам с тобой почти 200 миллионов рыбы. Тоже, кстати, неплохо. С рыбой у нас вообще, считай, нормально так идет. А вот и загадочный пак, который у нас там был. И переходим мы, получается, на мини-босика. Да, мы переходим с тобой на мини-босика. И, в принципе, ребята, это уже... Последние пять поединков останется для того, чтобы пройти полностью событие. И из расчета то, что у нас еще три дня в запасе. Я думаю, что вполне реально пройти. Даже никаких сомнений не должно быть, возникать. Ну, если прям, я не знаю, какой-то форс-мажор там. Не знаю, что должно случиться. Чтобы я не успел пройти это событие. Это тупо забыть про игру. Если только так. В этом случае. Вот, кстати, то, что он усиленный, конечно, это не очень хорошо было сделано. С усиленной атакой бомбить моего штормореза. Так, две синьки. Обожаю, когда выпадают две синьки. Потому что у нас есть два фиолки, которые бомбят очень даже великолепно. Этих ребятулик. Клевоклык сможешь добить? Эх, заморозка-то как-то не вовремя. Вообще не вовремя, если честно. Как-то нам нужно исправлять эту ситуацию. Что-то он переключается. То бьет вначале мне ветрокрыла. Ой, штормореза. Потом начинает бомбить барсик. Как ты определись, парень? Вот это вот не есть гуд. В теневуху меня воткнул, да? Ну что, кривоклы будешь делать? Лучше кусай, правильно? Лучше кусай, не трать, как говорится, на какой-нибудь там баф ненужный. Слушай, у него какая-то слишком высокая лицетива-то. Смотри, он успевает сходить раз за разом. Так, ну и у нас тут, я смотрю, костолом. Костолом Босяцкий. Начнем, наверное, вот так. Еее. Хорошо, кривоклык сработал сейчас. Просто бомбанул. Даже больше, чем ожидалось. А вот это вот не надо делать. Опа! Ты видел, что он сделал? У него была двойная, ребят. Ну, как бы, двойная скорость. У него ускорение стоит-стоит. Поэтому он и успел бафнуться, а потом еще сделать свой ход. Барсик, держись, родной. Ты нам нужен. Мы здесь сделаем хитро с тобой. Конечно. Конечно же, через слепоту. Так, и Барсика спасем. И урона не получим. И еще к тому же мы его запинаем здесь. Ну что так, костолом. Тут все, тут уже твоя песняка спит. А может, хоть кривляться, хоть не кривляться. Ничего тебе здесь уже не поможет. А у нас снова колесо. И снова выпадает нам рыба. То есть рыба уже по фулке. Ну что, ребята. Вот мы с тобой прошли сколько могли. Значит, остается раз, два. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. И 1050 рун будет в кармане. Это, кстати, будет 7500 с копейками. Даже не 500 с копейками, а 7640 рун. Прикинь. А нам нужно 9000 рун. То есть, ну, практически мы уже возле цели. Давай-ка открываем пак. Громобой, кревет, шепот смерти. Ну, понятно, тут ресурсов. Малька, как всегда. И теперь я хочу отправить. Так, а что мы хотели сделать? Мы отправить... Блин. Старая девичья память. Я уже не помню, что я хотел сделать-то. Давай-ка мы вернем, наверное, и вот этого парня отправим. Ну, за... Ну, ты понял, да? За железом. 39 миллионов на обучение. Лети. Лети. Обучайся. О, даже еще и здесь хватает. Блин. Расширьте, говорит. Что ж тут расширишь? Что ж ты ничего не расширишь уже? 480 миллионов. 408 миллионов стоит. Это дорого. Это действительно, ребята, дорого. Ну, и вроде бы пока все. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Наст Yep. Продолжение следует... Продолжение следует...